Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Второзаконие» и мы будем читать 15 главу. Здесь содержатся законы субботнего года. Эта тема уже начата. Прощение долгов в определенные дни, отпущение на свободу рабов из евреев тоже в определенные дни, повторение закона о первенцах из скота. «В седьмой год делай прощение». То есть каждый седьмой год, шесть лет по договоренности, долги вам возвращают. А вот седьмой год наступил, надо делать прощение. Как седьмой день мы отдыхаем от всех дел, седьмой год мы тоже отдыхаем от всех дел. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа, Бога твоего. «Сыноземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости». Почему разрешается взыскивать сыноземца? Потому что иноземец – потенциальный враг. Начнется война. Обычно войны-то были соседями, сыноземцами, и ты не сможешь свой капитал вернуть, и эти деньги будут работать против твоего народа. «Сыноземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости, разве только не будет у тебя нищего, ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство». То есть прости долг, но если ты знаешь, что есть нищий, сначала о нищем позаботься. «Если только будешь слушать глаза Господа, Бога твоего, и стараться исполнять все заповеди Его, которые я сегодня заповедую тебе, ибо Господь Бог твой благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим». Нищий, брат, сродник – это проклятие для всего рода и даже для страны. «Но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения, чтобы от того глаз твой не сделался немилостивым к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопиет на тебя Господу, и будет на тебе великий грех». Вот здесь о чем? Каждый седьмой год надо раздавать деньги и прощать долги. А предположим, человек просит тебя в четвертый год, а ты думаешь, а пусть потерпит. Вот седьмой год будет, все равно надо будет давать деньги, и за это будет наказание. Человеку-то надо еще дожить до седьмого года. «Дай ему и взаймы дай ему». Что значит «дай ему и взаймы дай ему»? «Дай ему» – можешь дать бесплатно, бездолго. «И взаймы дай ему, сколько он просит и сколько ему нужно. И когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей». Друзья, помните, Иисус Христос использует эти слова. «Ибо нищих всегда среди себя имейте». Как часто Христос цитирует Писание, особенно Пятикнижие, можно понять только читая Пятикнижие. «Ибо нищего всегда будешь среди себя иметь, всегда будут нищие среди земли твоей. Потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою, брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». А это о чем? А нищие везде. А тут речь идет о том, брат твой нищий. Ну, не хочешь ты помогать нищему, которого ты не знаешь. Помоги хотя бы брату. Это же стыдно. Все говорят, этот даже брату не помогает. Но там были законы и о тех нищих, которых никто не знал. «Отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Если продастся тебе брат твой, то есть в рабы, в работнике, еврей или евреянка, то шесть лет должен он быть рабом тебе, а в седьмой год отпусти его от себя на свободу». То есть без всяких там дополнительных плат. «Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего, дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Помни, что и ты был рабом на земле египетской, и избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе сие». Кстати, конечно, в земле египетской их угнетали, но смотрите, в пустыне они вспоминают котлы с мясом. Значит, и кормили все-таки неплохо. И помни об этом, они должны были о нищих в своей земле тоже думать. Если же он скажет тебе «не пойду я от тебя», то есть ты его обязан отпустить в седьмой год на свободу, а если он скажет «не пойду от тебя», во-первых, положение раба, оно регламентировалось очень строго, его нельзя было бить, жестоко наказывать, вы обязаны были кормить его и его семейство. обеспечивать жильем. Если же он скажет тебе «не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой», дом твой, то есть тот порядок социальный, который ты устроил, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навеки, так поступай с рабою твоей. То есть и с рабом, и с рабою. На самом деле очень спорный перевод, поэтому я не берусь комментировать, перевод очень спорный. Было ли шило, прокалывалось ли ухо. «Не считай этого для себя тяжким, что ты должен отпустить его от себя на свободу, ибо он в шесть лет заработал тебе вдвое против платы наемника». То есть нежели бы ты нанимал наемника на такую же работу, так он тебе вдвое заработал. «И благословит тебя Господь Бог твой во всем, что не будешь делать. Все первородное мужского пола, что родится от крупного скота твоего и от мелкого скота твоего, посвящай Господу Богу твоему. Не работай на первородном воле твоем, и не стриги первородного из мелкого скота твоего». Но это связано с Пасхой, когда Господь спас всех первенцев, заменив их первенцами египтян. А это люди. Поэтому евреи должны были благодарить Бога за такую жертву. «Пред Господом Богом твоим каждогодно съедай это ты и семейство твое на месте, которое изберет Господь Бог твой». То есть иди в храм со всем этим. «Если же будет на нем порог, то есть на первородном, хромота или слепота, или другой какой-нибудь порог, то не приноси его в жертву Господу Богу твоему». Ну, у нас пословица есть. Там «Украл и на Бога дал». То есть лучшее дается, законное дается. «Но в жилищах твоих ешь его, нечистый, как и чистый, могут есть, как серну и как оленя. Только крови его не ешьте на землю, выливай ее, как воду». А вот эти многие повторения, которые мы встречаем в тексте, они на самом деле делают текст ритмичным. Они сами внутри себя достаточно ритмичны, и они как бы украшение текста. Как в песне есть куплеты, припевы и так далее. Так этот текст, он, кстати, в синагогах пропевался, то есть он пелся, этот текст. Это специальная форма чтения, похожая на пение. И так же было в храме. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...